В Москве с 22 по 24 мая 2012 года прошла 7-я ежегодная конференция уголя СНГ. Саммит был проведен при участии Минэнерго России, РАО РЖД, Минприроды России, представителей государственных и бизнес-организаций из Монголии, Китая, Украины, Казахстана, Австралии, США, Индонезии, представителей Комитета по энергетике Евросоюза. В рамках саммита обсуждались актуальные темы, связанные с перспективами мировой угольной промышленности, стратегии развития энергетики в России до 2030 года, вопросы экспорта угля на международных рынках, долгосрочные контракты, а также новые технологии в области добычи и переработки угля в России и за рубежом. Во-первых, компания-организатор Адам Смит, она очень известна во всем мире, как компания, которая занимается организацией специализированных мероприятий. В первую очередь нас интересует сырьевая экономика, то есть энергоносители. И угольная конференция Адама Смита является одной из ключевых конференций на этом рынке, на рынке бывшего Советского Союза, которая предоставляет уникальную возможность пообщаться всем участникам рынка, обсудить тематику, которая интересует каждого, и в то же время послушать доклады, которые были, допустим, сегодняшняя первая сессия, показала нам то, что мы можем достаточно серьезную, хорошую информацию получить из первых рук из таких дальних регионов, как Китай, Монголия, Индия. Монголия, Индия. Эта конференция, в Москве, очень хорошая, потому что это центр в стране, и очень близко к Монголии и Китай. Китай, это государственная страна, и Китай будет хорошая компания, и очень мягкий код, в 10 лет, я думаю, porque Китай развивается очень быстро, и и понадобится много код, чтобы послушать наши острые возле. Китай был очень хорошим опытом, который первый раз в Москве и учет эту клуберку, Мы очень рады, потому что, как монголий продюсер, мы очень интересны российским логистическим системам, потому что Россия — это еще один путь для нас, чтобы достигнуть морковь. Таким образом, как сегодняшняя конференция, мы понимаем российскую энергию, интернет-полицей, и также будущий тренд. Таким образом, это очень вкусно для нас. В 2011 году угольная промышленность России по-прежнему демонстрировала уверенный рост. Прошедший год стал рекордным. Объем добычи составил 334,7 млн тонн. Из них на экспорт — 104,7 млн тонн. За пять месяцев текущего года экспорт угля составил более 50 млн тонн. Тем не менее, угольная отрасль России находится в уязвимом положении из-за падения мирового спроса и цен на уголь. — Что сегодня складывается в НАТРО экономики мировой? Это что, случайное явление или это формирование нового рынка? — Прогнозы различных агентств, они разнятся, в целом 10-20 долларов и ниже уже прогнозы, по сравнению с прошлым годом, те прогнозы, которые дают сейчас в мае и апреле 2012-го года. Отвечая на вопрос, с чем это связано и есть ли это долгосрочная тенденция. Ответ следующий. На наш взгляд, это тенденция среднесрочная. И в конце года, я надеюсь, мы все надеемся, что цены покажут положительную динамику и мы выйдем на те же показания. С чем это связано? Связано, прежде всего, конечно, с неопределенностью, связанной с еврозоной, с неким замедлением темпа роста на развивающихся рынках. Все это складывается в том, что, соответственно, сокращается спрос на сталь и, соответственно, с определенным лаком идет также снижение цен на основное сырье для металлургии в конкретно красующей семье. На данном этапе мы имеем определенные проблемы, связанные с общими падениями рынков, но это такая, если не короткосрочная, то максимум среднесрочная перспектива. В долгосрочной перспективе угольная отрасль будет развиваться, поскольку реальной альтернативы на сегодняшний момент просто нет. Мы прекрасно понимаем, что Россия – это большая страна. Я сам родился в Кульбасе, вырос, работал, поэтому я прекрасно понимаю, что внутреннее потребление в России достаточно велико. Те тренды, которые сейчас стагнируют добычу, как мы видели из сегодняшних выступлений, значит, ожидание есть ожидания, но мы знаем, что жизнь в любом случае продолжается, и ожидания должны выполниться при совпадении очень многих факторов. А так как мы в настоящий момент и как потребляли, так потребляем и ожидаем хотя бы небольшой нарост потребления угля, то в любом случае перспектива и для машиностроителей, и для оптимизации стоимости, технологии добычи угля, она есть и остается в приоритете. Тем более мы знаем, что основные регионы, где находится уголь, это Кузбасс, Дальний Восток, они являются и остаются основным потребителем данных продукций. Поэтому будущее для России однозначно все равно кроется в развлечении запаса угля и в переработке, в энергию, в тепло и в другие способы. Потенциальные возможности позволяют России увеличить добычу угля в два раза. Однако инфраструктура угольной отрасли требует серьезной модернизации, особенно в транспортной сфере. Остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Потенциал развития отрасли лежит на следующих направлениях, как нам видится. Это в первую очередь повышение межтопливной конкуренции на внутреннем рынке, для развития угольной генерации. Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке необходимо увеличивать долю переработки угля и, конечно же, развитие транспортной инфраструктуры, что последует значительным инвестициям. Я считаю, что в моем области, особенно в Медитерране, я вижу ситуацию о русском коле, что это reasonably стабильное. Есть хорошие проспекты, в общем-то говоря, для производства колеса, которые, в моем мнении, в моем мнении, о русском коле могут подчеркнуть, если, в частности, логистику в Блэк-Се будет улучшена. Это основной точкой, в моем мнении, для, скажем, взаимодействия от нового развития в области в Медитерране, для России. Ну, для меня, как для строителя, самая главная проблема это то, что на сегодняшний момент компании, которые профессионально работают на рынке освоения месторождений и строительства горных предприятий, их очень мало ограничено количеством. Если в советские времена у нас при 2 миллиона было шахтеров и порядка 400 тысяч профессиональных строительств, которые могли в любой момент встать и поехать в любую часть страны и построить предприятие и уехать обратно, сегодня у нас такого нет. То есть проблема с освоением новых месторождений это очень большая проблема. Это отсутствие кадров, отсутствие людей, отсутствие инфраструктуры. Это самая большая проблема в угольной промышленности. Обязательное условие дальнейшего развития угольной промышленности и ее техническое перевооружение. Необходимо обеспечить комплексную механизацию всех технологических процессов производства. Современное оборудование должно быть максимально адаптировано к работе в сложных геологических условиях шахты, а его производительность и надежность необходимо неуклонно повышать. Угольная промышленность является одной из ключевых для горной промышленности России и для экономики России в целом. Создавая не только продукты, которые могут быть реализованы в виде угля непосредственно, но и являясь источником среди для других секторов экономики, как то металлургии, которые она поставляет как сущиеся марки углей, энергетический сектор, который фактически во многом генерирует электроэнергию в России за счет угольных ресурсов. На мой взгляд, угольная промышленность это одна из ключевых отраслей экономики нашей страны, которая требует значительных инвестиций как в саму добычу полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, мы бы видели будущее нашей угольной промышленности, ее развитие, в том, что компании будут консолидированно смотреть на возможность инвестировать в новые проекты, поддерживать добычу качественных коксующихся углей на высоком уровне, а также, соответственно, развивать новые проекты для того, чтобы мы могли больше экспортировать на развивающиеся рынки, а также тем клиентам, которым мы постоянно поставляем нашу продукцию. КОНФЕРНИЯ 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 Можно обоснованно предположить возрастание будущего спроса на качественное российское угольное сырье. Поэтому добыче угля в России уделяется повышенное внимание и темпы его добычи выше темпа просто остальных углеводородов. Для того, чтобы российский уголь был конкурентоспособным на мировом рынке, остаются актуальными вопросы его качества, для повышения которого необходимо развивать технологии обогащения топлива, выстраивать правильную транспортную политику. Редактор субтитров А.Семкин